Только за три последних дня в Бобруйске зафиксировано более 15 случаев хищения денежных средств с платёжных карточек горожан. Наиболее популярный способ таков. На номер телефона звони человек и представляется работником банка. Злоумышленник уточняет, не проводил ли владелец карточки транзакцию на крупную сумму денег. И во время телефонного разговора обманным путём получает от потерпевшего реквизиты карты, кодовое слово и пароль для доступа к интернет-банкингу. Самое главное – аккуратно относиться к предоставлению реквизитов своих банковских платёжных карт. А именно, не предоставлять с оборотной стороны трёхзначный номер с банковской платёжной карты, подключить, возможно, себе услугу 3D Secure, дополнительная защита. Все коды, смс, поступающие из банка, также ни в коем случае не передавать. По словам следователя Марины Постниковой, наиболее уязвимой категории населения для мошенников оказываются пенсионеры. Так, в социальной сети «Одноклассники» пользователям преклонного возраста поступают сообщения якобы от знакомых о том, что один из крупных банков в связи с юбилеем предоставляет деньги в подарок. И для их получения, нужно сказать, реквизиты платёжной карты. Зачастую люди сами предоставляют все по своей ошибке, по своей халатности, пренебрегают правилами пользования банковских платёжных карт, тем самым предоставляя злоумышленникам полный доступ к своим денежным средствам, хранящимся на счёте. По фактам мошенничества следователями возбуждаются уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства совершённых преступлений. В случае противоправных деяний бобручанам нужно незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.